Привет, Гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. В этом видео посмотрим на графики по биткоину, по эфиру. Тесла выросла на 35% с тех пор, как мы взяли по 141 доллару. Поздравляю всех, кто покупал. Теперь Тесла стоит 190, плюс 5% вчера. Прекрасно. Посмотрим в этом видео на биткоин, пройдемся по рынку и посмотрим на Теслу. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. И давайте перейдем на графики прямо сейчас. Открываем биткоин, он чуток идет вниз. Оттолкнулся от моей желтой трендовой линии. 58 тысяч долларов. Идеально оттолкнулся. Но мою заявку не активировал, правда. Тут у меня была торговая идея на 59500, но сам я по факту поставил на 58. На своем торговом аккаунте Bybit. А биткоин опускался на 58.320. Поэтому так и не зашел по 58.300. Получили отскок от трендовой линии, но он довольно слабый. Биткоин, похоже, находится в коррекции ABC. И похоже, что это точка B. Коррекция ABC. И я надеюсь, что точка C будет на 58 тысяч. Ниже не пойдет. Переключимся на недельный таймфрейм. Коррекция ABC после волны лёта. И пока биткоин не ушел ниже этой трендовой, мы все еще можем рассчитывать на восходящий тренд. Стохастик уверенно направлен вниз на недельном таймфрейме. Криптогурубот все еще держит сигнал на покупку, который он дал в феврале прошлого года. Когда биткоин стоил 20 тысяч, этого бота можете получить на моих курсах по криптотрейдингу. Теперь опускаемся на дневной. Были всплески на объемах в эти три дня. Все ровно так, как я и предсказывал. Говорил еще, когда биткоин стоил 70 тысяч. И если вы прислушались к моему предупреждению, то вы бы тогда сберегли себе 15% на биткоине. Это желтая трендовая линия. Эту торговую идею я бы и оставил. На 59500, чтобы поймать двойное дно. А, подождите, опустить нужно на 58, наверное. Но я надеюсь, что удержится биткоин на этой трендовой. Получается выше точка входа, чтобы биткоин удержался на трендовой линии. А где можно было бы все-таки поймать биткоин? 58, что-то типа того. Сейчас много плохих новостей вокруг биткоина. Правительство США продает биток. В общем, такая торговая идея. Зайти на 58300. Или что? Ну да. Стоп-лосс 57200. Тейк-профит 88. Это, я бы сказал, такое финальное движение. Но сейчас, когда коррекция ABC, закончились уже волны лёта. 1, 2, 3, 4, 5. Коррекция ABC. Теперь важно, где там будет точка C. Это ключевой момент. Точка A уже была. Затем точка B. И где теперь будет точка C? Вот в чём вопрос. Скорее всего, сильный уровень поддержки это 52 тысячи долларов. И также на графике мы видим M-паттерн на биточке. Да, я думаю, что не удержится всё-таки биткоин на 58. Честно говоря, не удержится на этой трендовой. Посмотрим, посмотрим, потому что вроде бы и плохие новости, но биткоин как-то держится. Но вот M-паттерн это какой-то нехороший паттерн. Очень важно, чтобы биткоин удержался. Если он удержится на этой жёлтой трендовой, то тогда, тогда мы можем сформировать что-то вроде, что-то типа восходящего треугольника. Внутри давление, давление и вверх выходим. Вот так. Но нужно удержаться на трендовой линии, по которой биткоин идёт в течение года. И на Bybit у меня... Нет, пока что напомню, что если вы хотите торговать вместе со мной, то под видео полезные ссылки. На Bybit регистрируйтесь, получайте бонус до 30 тысяч долларов. 2. Проходите мои курсы по криптотрейдингу, учитесь теханализу. И если вы купите один из этих курсов, у меня сейчас промо-акция. Купите любой курс, и у вас есть шанс выиграть тысячу долларов. И ссылка номер три, присоединяйтесь к моему телеграмму. Теперь мой торговый аккаунт. 575 тысяч долларов. Сделка по биткоину в минусе на 2 400. Я зашёл на 62 100. На 2 биткоина. Посмотрим, удержится ли биткоин на 58. Если нет, то это сделки гоплык. Также у меня стоит заявка на 2 биткоина на 58 тысяч. На 3 биткоина на 52 тысячи. На аккаунте 575 тысяч. Минус 4 тысячи за вчерашний день. Я держу. USDT на 194 тысячи. MCRT на 81 200. Биткоин на 77 700. Юнисвап на 50 300. Доджкоин на 46 300. Ворлдкоин на 39 тысяч. Покет на 13 тысяч долларов. Вот то, что я держу на этом аккаунте. И посмотрим, что будет дальше. Что я там ещё буду покупать. Открываем общую капитализацию. И мы видим то же самое. Тот же самый паттерн, который и на биткоине. Если биткоин удержится, это хорошо. Если не удержится, это плохо. Потому что пойдём на 2 триллиона долларов по общей капитализации рынка. Тесла выросла на 5 процентов вчера. Ребята, поздравляю. Если вы покупали Теслу вместе со мной, а мы брали по 141 доллар, то мы красавцы. Заработали уже 39 процентов прибыли. 39 процентов с тех пор, как я взял. И у меня тут была перевернутая головой плечи. И похоже, она начинает отрабатывать. Это прекрасно. Перевёрнутая. Если это отработает или нет. Вот так. Если это отработает, перевернутая головой плечи, то тогда можем измерять расстояние по основанию. Это будет вот это расстояние. По основанию меряем Теслу. И цель получается на Тесла 260 долларов. 259. Если это отработает, то тогда... Там есть ещё два паттерна. Нисходящий треугольник. Извините, нисходящий клин. Внутри давление, давление, и вверх выходим. И уже, собственно говоря, начали выходить вверх. Видите, да? Перевернутая головой плечи, которую я только что показал. И если всё пойдёт дальше в том же духе, выходим вверх, и сюда идём на эту трендовую. Оттолкнулись, пошли дальше. И тогда мы увидим ещё большой массивный симметричный треугольник. Вот он. Давление, давление, давление. Уже оттолкнулись от нижней границы. И вверх выходим. И это будет 578 долларов для Тесла. Прекрасно. Не забывайте также присоединиться к Телеграму. Там сейчас 165 человек онлайн. Почти 3,5 тысячи участников. Завтра дебаты кандидатов в президенты в США. Ожидайте сильную волатильность, если кто-то заговорит про биткоин. Трамп вроде как собирается там поддерживать крипту и биткоин. Может быть будет памп завтра. Нужно топить за крипту, потому что это поможет в выборах. Ассанж наконец-то на свободе. В общем, присоединяйтесь к этому Телеграму. 165 человек онлайн, хотя сейчас ночь во многих странах. Но тем не менее, смотрите, сколько сообщений. Сообщения, сообщения. Прошлой ночью было примерно 400-500 трейдеров онлайн. Так что присоединяйтесь и торгуйте вместе. Еще раз напоминаю, что под видео есть все полезные ссылки. На этом на сегодня все. Прошлись по биткоину, по рынку. Завтра дебаты кандидатов в президенты. Трамп, может быть, будет говорить про биткоин. И, может быть, это как-то толкнет рынок вверх. Потому что это будет один из основных моментов для избирателей. Если Трамп или Байден будут упоминать биткоин, я думаю, что тогда мы увидим какой-то рост на рынке. Было бы хорошо. Но будьте осторожны. Не заходите на всю котлету. И я, я бы сказал, почти, почти что. Но я на 38% в USDT. Вот что. Поэтому у меня есть деньги, чтобы откупать проливы. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Поздравляю всех на Тесла, где мы заработали 40% за 2 месяца с тех пор, как взяли. Если вы помните, я продавал крипту, криптовалюту, потому что они были перекуплены. Всему этому я обучаю на своих курсах по криптотрейдингу. И теперь мы уже получили плюс 40% на Тесла. А если вы не продали в марте... А я, кстати говоря, был единственным блогером, который сказал, что нужно продавать в марте. А те другие блогеры, они не продали. И получается, они заработали много денег. А не продали, то уже и потеряли часть прибыли. В отличие от нас. Потому что мы заработали, продали там на самом верху. А затем я перелился в Тесла. Поздравляю! Всех люблю, обнимаю. Учитесь у меня. Смотрите мои видосы каждый день. Записываю специально для вас уже 4 года. И это просто для вас бесплатно. Учитесь и приобретайте финансовую свободу. Я уже многим помог это сделать. Если вы заработали, то отдайте 10% на благотворительность. Если заработали сегодня тысячу, отдайте 100 долларов тому, кто нуждается. Если вы заработали миллион долларов сегодня, например, вот на Тесла вы заработали миллион, то тогда отдайте 100 тысяч долларов на благотворительность. Всех люблю, обнимаю. Всем хорошего дня. И увидимся завтра.